В начале улицы Скоморошинской, недалеко от храма входа Господня в Иерусалим, расположен участок земли, который полностью покрывают густые заросли травы. Местных горожан такая ситуация в корне не устраивает. Для того, чтобы не попасть в Крапиву, местным жителям приходится преодолевать данную преграду по автомобильной дороге. Я боюсь, вот сейчас это корона, кто-то навстречу идет, думаю, да что целоваться. И вот она так вот все, и вот я тоже думала, все-таки может церковь как-нибудь все-таки подработает. А так вот она тут, конечно, некрасивая и вообще не качествуется. Высокий бурьян из Крапивы и лебеды в этом году не убирали ни разу. Местные жители считают, что подобная ситуация недопустима, тем более в центре города. Если бы ее косили, даже если в мае месяце, за два месяца трава так не вырастет. Каждый же имеет участок, смотрит и все, посмотреть. Вот если здесь вот ее нет травы, да, здесь, если может быть кто-то убрал, или вот там около дома, а здесь безобразие. На улице Новаторов напротив дома один вдоль дороги произрастают высокие заросли Крапивы и Лопухов. Некоторые экземпляры в высоту более двух метров. Местные жители утверждают, что управляющая компания, которая отвечает за порядок на данном участке, также бездействует, несмотря на многочисленные обращения. Ну, в этом году, мне кажется, никто не занимался. Ну, косить никто не косил, да. Я не знаю, как вам сказать, но некрасиво. Ну, я сам на работе бываю, да хочется косить, но я бы, если косил все, конечно. За содержание территории на улице Скоморошинской ответственна управляющая компания. Сотрудники нашего телеканала пытались туда дозвониться, но никто не ответил. Пока горожанам приходится данный участок вдоль дороги обходить стороной, для того, чтобы не затеряться в зарослях Крапивы. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».